С одной стороны, выступления в Омске для меня волнительны, потому что я здесь родилась. И люди, которые наблюдают за моими выступлениями, они делают это с моих ранних лет, буквально с самого начала. Но с другой стороны, это и спокойнее, потому что я понимаю, что публика здесь очень тепло ко мне настроена, что меня все знают, и оркестр, и люди, которые приходят слушать. Поэтому выступления проходят гораздо более спокойно. Органные и концертные залы филармонии абсолютно разные. И для меня большое счастье и радость, что я регулярно выступаю в том и в другом зале. Например, недавно у меня был цикл сольных концертов от Глинки до Шостаковича, где затрагивалась вся русская виолончельная музыка. И это было в органном зале. Это был такой камерный, уютный вечер для тех, кто любит и ценит русскую музыку. Концертный же зал — это что-то более бездное, более праздничное. И все равно теплое, потому что это Омск, это омская филармония. У каждого музыканта подготовка к концертам происходит абсолютно по-разному. Я, например, прежде чем взять какое-то новое произведение в работу, сначала слушаю его, анализирую, представляю какие-то образы в голове. Потом уже приступаю к какой-то технической части подготовки. То есть беру инструмент, начинаю присматриваться к произведению, как бы знакомиться с ним. Быть музыкантом — это быть немножечко актером. По Станиславскому, как все знают, нужно вживаться в роль, проживать это так, как будто бы с тобой это происходит на самом деле. Вот то же самое и в музыке. Музыкант тоже должен проживать произведение, как будто он слышит его в первый раз, и как будто бы те чувства, которые к нему приходят, они для него являются чем-то новым, таким сакральным, очень интимным, но при этом тем, чем хочется поделиться со зрителем. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ